Одно дело ходить в зал и тренироваться, когда ты бодр и полон сил. Но когда у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, это делать гораздо тяжелее. И люди, которые находят в себе силы, преодолевают себя достойны уважения. Сегодня познакомлю вас с парнем, которому 30 лет. Но назвать его инвалидом язык не поворачивается, парень просто плохо видит. Но находит в себе силы преодолевать себя, посещать тренировки, упорно тренироваться. За что ему огромный респект. Надеюсь и вы поддержите его в комментариях и поставите лайк. Физкульт привет, друзья и ученики. И просто случайный зритель. Сегодня очередное видео, присланное мне на почту для вступления в мою закрытую группу. Где я выкладываю тренировки по принципу периодизации, циклирования различных мышечных волокон. Где мы прокачиваем все типы мышечных волокон. Гликолитические, отъяснительные и промежуточные. Тренируем массу, силу и выносливость. На рельеф, вы помните, можно только правильно питаться. Вы тоже можете сделать подобный ролик, прислать его мне на почту и получить доступ в мою группу совершенно бесплатно. Либо оплатить 250 долларов и вступить в эту закрытую группу. И пожизненно получать тренировки на каждую новую неделю, новую программу тренинга. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Мне 30 лет. Тренировочный стаж мой 2-2,5 года. Состою я в закрытой группе Егора. Состою уже полгода. До этого тренировался тоже по его программам ступени. До этого, можно сказать, я занимался ерунбой. Что-то как-то было, но это было не то. Заниматься я начал в домашних условиях. У меня было снаряжение кое-какое. У меня был турник, брусья, штанга весом 100 кг, гантели, стойки и скамя для отжима. Ну, то есть все базовые упражнения со свободными весами я мог делать дома. Но потом мне стало мало штанги в 100 кг. Останавливать тяги мне стало мало уже. Вот, вешу я 65 кг. Когда начал заниматься, я весил 55 кг. В моменте дошел до 70 кг, потом скинул. Скинул я сейчас в связи месяц не занимался, кушал мало. Вот. И была напряженная работа. Вот сейчас уже все устаканилось. Занимался я когда дома, в приседе. Я дошел до 90 кг. Сейчас приседаю я 110 кг, встановая 130 кг. Делаю отжимания от брусьев. Всегда с весом. Никогда не делаю без веса. Только отжимания на кольцах я делаю без веса. Вот. О питании что хочу рассказать. Питаюсь я 4,5 раз в день. 4 железно. 5 не всегда получается. Потом углеводы. Сложные углеводы. У меня... Это гречка. Это рис. В основном крупы. Иногда бывают макароны. Вот жидкие я не ем вообще. Для любителей жидкого в принципе. Быстрые углеводы. Это у меня фрукты. Мед. Вот. В этом я как-то... Я не соревнуюсь еще от атлет. И ограничивать себя не стал в этом. Вот. Фигура, я считаю, у меня нормальная. Хотя занимаюсь не для эстетики. Занимаюсь для силы. Люблю, когда сила, энергия распирает изнутри. Вот. В принципе, я считаю, я занимаюсь не спортом, а физкультурой. Потому что спорт, по моему мнению, он подразумевает собой соревнующуюся деятельность, судейство какое-то. Но так как я не выступаю нигде, я занимаюсь физкультурой. Для своего здоровья. Травмы у меня тоже есть. А обоих плечей грыжи пятого позвонка. Вот. Так и, конечно, как и у многих, ткнуться на Егора. Из-за грыжи. Эта неделя у меня на окислительные мышечные волокна. Пока сейчас расскажу. Вот. Где тренируются мышцы-антагонисты. В каждом дне идет два упражнения на одно. Два упражнения на другую группу. К примеру, сегодня один урок. Я 40 секунд работы, 40 отдыха. В одном упражнении, в четырех подходах. Это на бицепс, потом идет трицепс. Потом опять бицепс, потом трицепс. Прежде этого я сделал гормоновыбрасывающее упражнение. Такое, как запрыгивание на тумбу. И спрыгивание с нее, потом дерпи. Вот. Очень такое функциональное упражнение. Особенно для тех, кто хочет скинуть пару килограмм. По питанию теперь продолжим. Белки у меня идут все. Я употребляю и рыбу, и творог, казеиновый, то есть белок. Мясо все. Птица. Соотношение, какое у меня идет углеводов. Я употребляю от трех до четырех. Там всегда по-разному. Если я смотрю по отражению в зеркале. Вот. Белков два, два с половиной килограмма. На килограмм тела. За жирами не слежу. Вот. Так, поехали дальше. Французский джин до этого был. Теперь это упражнение посмотрел тоже у Егора. Очень такое. Мне упражнение понравилось. Честно говоря. Такой хороший памп поднял. Особенно в многоповторке. При таких тренировках на окислительные мышечные волокна выделяется гормон роста. Это один из анаболических гормонов. Вот. Работа также. Четырех подходов. В каждом из подходов я дохожу до мышечного отказа. До сильнейшего жжения в работающей мышце. Работаю строго в наушниках под музыку Металлика, Рамштайн и Манувр. Потому что, как бы, без музыки такой серьезной не получится серьезная работа. Вот. Про грыжу, что я хотел сказать. Про грыжу я вообще забыл. Сначала мне помог турник. Он создал своего рода каркас мышцы спины. Вот. Потом я, как накнулся на Егора, я так вообще забыл про, что такое боль от грыжек. Я встал вставать легко. Сон у меня стал хороший тоже, кстати. При грамотных таких тренировках. Питание я тоже наладил. Тренировки идут, к примеру, сегодня на окислительные мышечные волокна. В следующей неделе уже будет другая. Потом опять на медленные мышечные волокна. На медленные мышечные волокна их 5 тренировок в закрытой группе Егора укладывает. Все 5 разные. Потом также присутствуют 2 разные тренировки на массу. Тренировка на силу. Тренировка на взрывную силу. Тренировка на промежуточные мышечные волокна. Где тоже присутствует отказ. Это уже разгибание одной рукой на джоре. Концентрированная работа. С одним и тем же весом очень редко получается работать. В основном скидываю вес, потому что идет сильное закисление мышцы. Мышечное жжение такое, что в следующем подходе я просто не успел восстановиться и сделать нужное количество времени. Тут суть в чем? Суть работа под нагрузкой, время под нагрузкой. То есть не меньше 30 секунд, не больше минуты. В данном цикле это 30-40 секунд в четырех подходах. В других циклах есть по 30 секунд работы. 30 отдыха в девяти подходах. Там, соответственно, уже веса идут меньше. Ну и выполнение другое. Тут быстрое выполнение, как вы видите. А там идет настолько медленно, где-то 10 секунд на одно повторение. Причем 4-5 секунд на позитивную фазу и 5-6 секунд на негативную фазу. Вот, как говорил Дориан Яц. Негативная фаза, она намного эффективнее, позитивнее. Нельзя ее игнорировать. Тренировки на окисительные мышечные волокна. Впервые я услышал от профессора Виктора Силуянова. Человек с большим именем в области спорта. Он помогал развитию многих атлетов. По его программам тренировались обычные люди. У кого там проблемы со здоровьем. Даже астма вылечивали. Вот. Также и атлеты соревнующиеся. Это легкоатлеты. Потом бойцы тоже тренировались. И все довольны остались этой методикой. Сейчас вот я выполняю последнее упражнение. Сгибание рук в наклоне. Когда локоть сзади корпуса получается. Это тоже изоляционное упражнение. Изолированное. Тренировка. Тут я уже не смогу сделать все четыре подхода. На третьем у меня уже просто откажут руки. Потому что жене будет нестерпимое. Вот. Егору хочу сказать отдельное спасибо. За, так скажем, его хобби. Потому что это не является основным его доходом. Или тем, что этот человек занимается. Это его хобби. Как он сам говорил. Это то, что приносит ему удовольствие. Вот. Нести знания в общество. Свои новые знания. Заниматься я начал. Для того, чтобы вообще в принципе поправиться. А потом мои приоритеты поменялись. Мне просто стало нравиться. Поднимать тяжесть. Именно вот. Правильной техники. Грыжу я в принципе заработал. От того, чтобы поднял тяжелое неправильно. А теперь я знаю как правильно и что делать и как делать. А теперь вот от грыжи лечусь таким способом. Видите. Я делаю декомпрессию позвоночника. Позвоночник дисков. Потом буду делать пресс. Пресс я делаю в те дни, когда занимаюсь на медленные мышечные волокна. В ней, когда у меня тяжелые базовые упражнения. И я его не делаю. Только когда я изоляцию делаю. Делаю я три упражнения на пресс. Ну, не подряд. В один день. Одно какое-то упражнение. Сегодня, к примеру, я буду делать обычные скручивания. Заведомо я напрек пресс. И концентризованно так поднимаю. Полностью не разгибаюсь, не ложусь. Вот. В другой день я делаю флаг дракона. Надолго-то мне тоже не хватает. Где-то два подхода по 10-15 секунд. И третье. Подъем ног в висе. Вот. Потом будет растяжка работающих мышц. И после этого пойду, подхожу на медовой дорожке. Похожу в районе 5-10 минут. Ну, все, ребят. Мой ролик подходит к концу. Делимся опытом, обмениваемся информацией. Всем силы, без травм. Здоровье покрепче. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Ставьте лайк. Пишите в комментариях, что понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк. И обязательно напишите в комментариях, что вам не понравилось, с чем вы не согласны. И что, по вашему мнению, должно быть по-другому. Это будет конструктивная критика. Только такую мы воспринимаем. Снимайте свои ролики, присылайте мне на почту. Давайте делать канал интерактивным. Совместно продвигать канал, чтобы он стал действительно народным. Чтобы любая точка зрения на тренинг, на питание, на то или иное упражнение, адекватная точка зрения была услышана. Потому что каналов, где пиарится, рассказывается о огромном количестве людей, известных или не очень известных профессиональных спортсменов, достаточно. Как у нас, так и на Западе. Давайте делать наш канал простых людей, зачастую даже не стремящихся выступать на соревнованиях, но вставших на путь самосовершенствования души, тела и сознания. А мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм.